В этом году эпидемиологи мира привели статистику, в которой около 30 миллионов людей ВИЧ положительны. На данный момент количество инфицированных по республике Дагестана увеличилось на 35%. Для того, чтобы узнать причину такого резкого возрастания зараженных, мы обратились к врачу-инфекционисту городской поликлиники города Каспийска Шамилю Валиеву. Причина. Можем сказать, что сейчас не как в прошлые годы, это полтора десятилетия назад, в основном был механизм передачи через кровь. Наркоманы в основном заражали друг друга. Сейчас можно сказать, что 70-80% передачи идет, это половой путь. Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, нужно придерживаться определенных мер предосторожности, проходить ежегодные обследования, ходить только в проверенные клиники и вести защищенную половую жизнь. Сдавать анализ надо, соответственно, после первых двух месяцев и до шести месяцев, скажем так. Это период, в который, даже если произошло заражение, лабораторного может не выявиться. Пока не вырабатываются антитела в крови. На данный момент в мире нет антидота от ВИЧ-инфекции. Вылечиться полностью невозможно. Но современная медицина развита настолько, что зараженный может прожить долгую жизнь, если будет придерживаться показаниям врача. Однако распознать болезнь человеку достаточно непросто, так как выявляется это порой лишь спустя шесть месяцев после заражения. Первые признаки заболеваемости могут быть схожи с обычной диареей. Немотивированные какие-то подъемы температуры, кишечные проявления. В основном жидкий стул какой-то учащенный, инфекции кишечные, кожные проявления инфекции. Это сыпи на теле какие-то, фрункулезы, вирусные сыпи. Обезопасьте себя и близких. Проходите ежегодную диспансеризацию. Ходите только к проверенным мастерам маникюров, стоматологам и юным специалистам. Субтитры создавал DimaTorzok